Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим два польских злотых 2012 года, посвященные польской подводной лодке Орел. Монетка от Чеканина тиражом 800 тысяч штук. Орел это польская подводная лодка одноименного типа. Главная лодка в серии из двух польских больших лодок, построенных перед Второй мировой. Лодка получила известность благодаря так называемому побегу Орла, когда смогла покинуть Таллин, будучи задержанной там в начале Второй мировой. Лодка заложена 14 августа 1936 на голландской верфи Дешельде. Была спущена на воду 15 января 1938 и вступает в строй из 2 февраля 1939. Лодка была оснащена за последним словом техники. Накануне войны, после прибытия в Гдыню 10 февраля 1939 года, лодка приняла участие в параде на честь дня военно-морского флота. Согласно военным планам, в начале войны лодка вышла на патрулирование в назначенный район Балтийского моря. Из-за захвата немцами военно-морской базы Хель, Орел не смог вернуться назад. 8 сентября командир лодки, капитан Хенрик Клачевский, сообщил о плохом самочувствии из-за плохой пищи. К тому же лодка получила повреждение от бомбы, которое нельзя было исправить силами одной только команды. Поэтому был получен приказ идти в нейтральный порт. После размышлений капитан принимает решение идти в Таллин, хотя приказ давал ему указание увезти лодку в нейтральную Швецию. 14 сентября в 21.30 лодка незаметно прошла остров Найсаар, лежащий в устье Таллинского залива, и получила разрешение швартоваться. На следующий день капитан под предлогом посещения госпиталя покидает корабль. Эстонские власти согласились отремонтировать лодку, но, ссылаясь на международные законы, указали, что лодка может находиться в порту не более 24 часов. Под давлением Германии на лодке появился эстонский офицер с солдатами, который забрал все оружие и карты, а экипажу сообщил, что они задержаны. После этого началась выгрузка торпед. Было выгружено 14 торпед, после чего последовал обрыв лебедки, которая была испорчена новым командиром лодки, лейтенантом Яном Грузинским. В полночь, 18 сентября, экипаж захватил лодку, связав эстонских часовых. Орел полным ходом направился к выходу из гавани, но на выходе налетел на волнорез и, получив повреждение в носу, перевалился через него и сбежал из Сталина. Так как на лодке находились в заложниках два охранника из Эстонии, эстонские и немецкие газеты обвинили польский экипаж в убийстве обоих. Но поляки высадили часовых недалеко от Швеции, дали им пищу, воды и денег для возвращения на родину, после чего ушли в Англию. Так как на лодке не оказалось ни одной навигационной карты, возникает вопрос, каким образом добраться до берегов Англии. Штурман нашел на лодке немецкий перечень маяков, не заинтересовавший эстонцев во время обыска. Поэтому было принято решение о создании карты Балтийского моря. Благодаря этой карте лодка смогла обогнуть Данию, пройти проливами и выйти в Северное море. На своем пути преодолела несколько мелей и сделала даже несколько попыток атаковать противника. При пересечении Северного моря лодка попала в шторм, из-за чего была повреждена радиостанция. Лодка остановилась возле берегов Великобритании, не решаясь двигаться вперед, так как на ней не знали карт британских минных полей. 14 октября радиостанцию починили, и радист стал передавать открытым текстом информацию для британского флота. Последний направил для встречи лодке «Осминец», который и встретил ее в 11.00 возле острова Мейн. Весь путь из польской Гдени до британской военно-морской базы занял у лодки 44 дня. После ремонта и до заправки лодка была введена в состав второй подводной флотилии Королевского флота, а 8 апреля 1940-го лодка потопила свой первый немецкий транспорт «Рио-де-Жанейро» возле южного побережья Норвегии с немецкими солдатами на борту, которые должны были принять участие во вторжении на норвежские земли. Спустя через два дня «Орел» выпустил торпеду по немецкому тральщику, но вынужден был погрузиться до того, как торпеда попала в цель. В целом, к концу мая 1940 года «Орел» принял участие в семи боевых походах. 1 и 2 июня с британской военно-морской базы «Россайт» были переданы приказы о передислокации лодки в район пролива Скагирак, но ответы о получении приказа не поступили. 5 июня поступил приказ вернуться на базу, но ответ от лодки не был получен. 8 июня 1940 года было принято решение считать лодку пропавшей без вести, но до сих пор точно не установлено, что послужило причиной гибели лодки. Большинство склоняется к мнению, что лодка налетела на неизвестную минную банку в районе пролива Скагирак. Летом 2008-го были предприняты попытки найти лодку, но среди множества обломков судов «Орла» не оказалось. Вот такая весьма интересная монетка. Тем более, что подводные лодки на монетах встречаются весьма нечасто. Да и история самой лодки тоже неплохая. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...